Привет! С вами Сергей Калиниченко и сегодня выпуск о том, какие же препараты и спортивное питание я применяю на подготовке к соревнованиям. Приятного просмотра! Я занимаюсь армрейсингом с 2006 года. И с 2006 по 2013 год я никак не мог попасть в тройку. Я никак не мог выиграть соревнования на чемпионате Украины. Хотя с 2006 по 2013 я каждый год ездил на чемпионат Украины, на кубок Украины и участвовал. За это время у меня накопилось очень много травм. Травмы кистей, травмы в локтях, и очень часто беспокоили меня плечи. После этого я решил, что нужно что-то делать с этим и начал узнавать о препаратах, какие есть для улучшения работы моих связок, мышц и так далее. Свои травмы я получал из-за неопытности, из-за перетренированности, но самые большие мои травмы и мои ошибки это было то, что я не успевал восстанавливаться. Я не успевал полностью восстанавливаться и связки и опять начинал тренироваться и подымать большие веса. Естественно за этот период, за эти семь лет, мои силовые очень сильно выросли. И мои веса, которые я поднимаю, были очень большие, много статики. И решением этому было применение спортивного питания. Со спортивного питания я применял сначала глюкозамины, хондроитины, это хондропротекторы, комплексы хондропротекторов, анималфлексы. Потом я подключал сюда же рыбий жир, коллагены, витамин С. Все в комплексе это давало мне как бы очень сильное восстановление для связочного аппарата. Значит потом я подключил сюда же и БЦА, и гейнеры, и протеины, трибулусы, креатин. Это все я принимал на протяжении трех-четырех месяцев просто на постоянной основе. И я почувствовал, что я реально начал быстрее восстанавливаться, стал еще сильнее и мог показывать лучше результаты. И получается, после применения всего этого, в 2015 году я впервые стал чемпионом Кубка Украины, занимал вторые, первые места на чемпионатах, на Кубках Украины. И тут как бы в один прекрасный момент мои результаты начали падать. Я не мог понять, что произошло. Я стал очень плохо себя чувствовать, висание шли, опять начали появляться травмы, и я не знал, что делать дальше. И я пошел, сдал анализ. Значит после сдачи анализов выяснилось, что мои почки и печень находятся не в очень хорошем состоянии. И сердце тоже. Я перегрузил весь свой организм, так как я кушал очень много еды, это было много белка. Я съедал в день 700-800 грамм мяса и грамм 600-500, съедал каш. Плюс до этого множество спортивного питания. Я беспокоился о своих силовых показателях, а не о своем здоровье. А оказалось, что это все взаимосвязано, и у меня не могут быть хорошие результаты, если что-то с моим организмом не так. На тот момент мой организм мне было 23 года, а анализы, результаты показали, что мой биологический возраст 33 года. Мне врачи запретили заниматься, поменяли мне мой рацион, всего было поменьше, полностью как бы он остался более-менее правильным, но еды стало в 3-4 раза меньше. В следующие полгода у меня были очень легкие тренировки, и все это время я изучал, что и как нужно делать для того, чтобы быть не только сильным, а еще здоровым. Оказалось, что очень большие силовые нагрузки и множество приемов пищи, это по 8 приемов пищи в день, много еды, перегружают наш организм. Плюс очень много спортивного питания. Прям очень много на тот момент было. И за этот период я выработал схему, которую я сейчас использую в своих подготовках и она очень простая. Главное, чтобы, как говорится, что занадто, то не здраво. Главное, чтобы всего было в меру. Значит, свою подготовку я начинал за четыре месяца до соревнований. Спортивное питание и аптечные препараты, которые я применял, это были. Значит, утром натощак я выпивал 5 грамм креатина. Во время еды я пил витаминно-минеральный комплекс, плюс хондропротекторы и рыбий жир. Получается, днем я выпивал рибоксин и калиоратат. Это я пил для поддержания сердечной мышцы. Значит, вечером после тренировки я пил протеин, а во время тренировки я пил БЦА. Также я вечером перед сном выпивал 5 грамм креатина и мог выпить витамины. Ну, смотря как я разделял витамины, или я их пил только утром, или разделял на два приема и на вечер. Значит, за два месяца до соревнований я сдавал анализы. Анализы на состояние моего организма, особенно печени и почек, естественно, сердца. Значит, и уже по анализам я смотрел, нужно помогать моему организму или нет. Значит, если нужно было, тогда я принимал препараты, улучшающие работу печени и препараты, которые ее чистили, также для улучшения работы почек. Получается, все эти препараты и спортивное питание после моей подготовки я еще 3-4 недели применял, а потом все это исключал, оставлял только БЦА и протеин. И все, в принципе. Все остальное я исключал, давал организму своему отдохнуть. И это было на протяжении 2-3 месяцев, я мог отдыхать и не принимать ничего кроме этого. Значит, организм чистился за это время, отдыхал от большого количества еды, от спортивного питания и, как бы, моя нервная система восстанавливалась. И потом можно было все это начинать по новой, с самого начала. И все было точно так же. Более детально, какие витамины и как я вел свою подготовку к соревнованиям, вы можете получить на моем платном телеграм-канале. Ссылку на него я оставлю в описании под видео. И не допустить те ошибки, какие допустил я. Так как в большом спорте мало кто заботится о здоровье, все, как бы, все стремятся к силе и победам. Надеюсь, вам была полезна эта информация. Задавайте вопросы, по возможности я на все отвечу. Всем здоровья, пока!